Я захожу такая. Да, Ева? А кто-то спит в коляске. Тебе не стыдно? Я не для тебя её покупала. Это всё пледик? Скажи, классно сделала. Ну ладно. Всем доброе утро. У нас сегодня невероятно холодно. Вставляю вам, какая у нас погода. На самом деле, по ощущениям, знаете, очень сыро и прям аж до костей пробирает сыро и холодно. Но я знаю и верю всегда. Каждый год после Пасхи уже температура поднимается, поэтому ждём. Ждём, чтобы можно было как-то и пройтись, погулять нормально, да, и воздух сразу тоже меняется. Но весной уже пахнет вовсю. У нас здесь абрикосы цветут вовсю. Они самые первые, кстати, распускаются. Вот. И трава позеленела. Ну, хоть что-то глаз радует. На отопление кондиционер я не включала, хотя можно там выставить, чтобы было тепло. Вчера я надела, вспомнила про свой халат. Не халат, а платье, помните, тоже? Такое уютное просто вот платье в виде махрового такого халата с капюшоном. Я люблю, когда в квартире прохладно. Вот я очень люблю дышать свежим таким. Слышите, да, как я надышалась? Извините. Свежим таким прохладным воздухом, особенно когда засыпаешь, когда ты вот под одеялом нагреваешься, а нос твой дышит именно не теплом, не горячим, а холодным воздухом. У нас просто в квартире летом дышать нечем вообще. Это, ну, у нас не то, что жарко, у нас просто баня. Особенно вот в этой комнате, где мы сейчас спим, у нас есть дальняя комната, она там глубже, и стена от лифта, поэтому там всегда прохладно. Вот, ну, как более-менее. Но всё равно, когда балконы нагреваются, то есть летом на балконе днём ты не посидишь вообще никак, потому что солнечная сторона, и это просто вот, плюс это вагонка деревянная, это просто сауна. Ты заходишь для того, чтобы попариться, и всё. Но кондиционер, слава богу, есть, поэтому уже этим летом будет более-менее, можно будет как-то себя чувствовать более-менее комфортно. Я сделала кофе, с утра поговорила, с Кумой созвонилась, с Крис, кто помнит, тоже давно её не показывала. Поговорили так классно душевно, очень скучаю за крестницей, прям вообще она так выросла уже, там уже такие хвостики, там уже можно косички заплетать. Такая няшка, уже очень большая, быстро растёт. Чужие дети, конечно, быстрее растут, наверное. Вот, так что, да, я, кстати, да, спасибо за ваши комментарии по поводу вещей. Это следующий четверг, наверное, доберусь я ещё до секунда в четверг, ещё что-то посмотрю. И да, вы правы, нужно ещё, ну, как бы я на глаз смотрела, какие там размеры, знаете, на какое время года будет. Но всё равно, когда ты видишь какую-то вещь, у тебя отключается мозг. И сейчас, знаете, что я заметила? Ну, это уже просыпается, наверное, да, вот это вот всё материнское. Всё не себе, не себе, а вот ему. Это, блин, это так приятно, я вам не могу передать. Вот всё, вот себе нет, а вот ему уже да. Блин, это хочется всё отдать ребёночку. Я теперь понимаю, как это. Раньше сейчас не чувствовала. Знаете, казалось, ну, вот, ну, есть ребёнок, есть ребёнок тоже. Много я видела и женщин, которые матери, там, и отцы, они эгоисты, особо, знаете, детям там толком ничего. Вот, но, блин, я начинаю это прочувствовать, это так, это так прекрасно. Это круто. Так, сейчас будем шить постельное бельё. И не просто так. Сейчас. Посмотрела, влажу ли я в кадр. Не просто так и шили, а я обучалась, смотрела обучающие видео. И, оказывается, там нужно ещё рассчитать коэффициент усадки, плюс запасы, как вы хотите, чтобы одеяло в пододеяльнике свободно было, или же впритык там. Всё учитывается, рассчитывается. Поэтому, поэтому, его будут мне помогать. Я достала свою супер машинку, агрегат, до сих пор получаю комментарии. Это на основном видео я снимала, из-за того, что она такая смешная, маленькая, пластиковая. Фух, получаю негативные комментарии по поводу этой машинки, что это всё пропаченные рекламы, это г-машинка, и ничего она не шьёт. У меня она уже четвёртый год. Короче, пользуюсь с удовольствием. Сейчас только, вот даже, знаете, нитку не нужно вставлять. Вот как вставила тогда, пошила, поставила в шкаф, всё, достала и опять шьёшь. Ткань. Я уже вчера её порвала. Женщина там именно не режет на постельное бельё, а рвёт её так быстрее и так ровнее, я так поняла. Так что порвала куски, только она подписала, а я не подписала, не успела. Буду сейчас разбираться, что есть что. И так как ткань взяла в запасе, то у меня вот сочетание вот такое, это будут ещё бортики на изголовье и на изножье. На бока, там где вот решётка, да, я не буду делать подушки пока что. С одной стороны будет балдахин, вот, а потом уже что-то, может, не знаю, может, закажу повторно ткань или какие-то куски останутся, сделаю подушки, бортики. Ну, такие плоские, я не хочу вот эти толстые косички, вот эти не хочу. Они только место занимают. Вот, поэтому сейчас, наверное, потихоньку начну с простыней. Уже пока вам рассказала, как будто кросс пробежала, слушайте. Вот такие вот дела. А, сегодня я хотела идти в Сорбес. Как всегда, Юра сказал, без меня не иди. Поэтому я сегодня максимум, что сделаю, схожу, сделаю ксерокопии и найду скумбрию, ему приготовлю. А в Сорбес уже вместе пойдём. Так что, будет веселее в очереди стоять. Я, кстати, приклеила сюда вот такую ленту. Вот, очень удобно измерять ткань. Я, честно, довольна, что я этим занялась. Но я ещё заказала постельное бельё, уже готовое. У одной женщины я в Инстаграме нашла. Цена 290 гривен. Мне всё равно на сменку нужно постельное бельё. Заказала, чтобы посмотреть разницу в качестве ткани. Вот что лучше, брать, покупать отдельно ткань и шить по качеству, да, или заказывать по такой цене, допустим, в Инстаграме. Потому что ранее я такую цену вообще не видела. Вот. Вот, в основном из этих вот современных тканей, вот такого стиля, ну, классного, да, красивого, модного, то такие стоят вот 700 и выше. Они умножают на 3 себестоимость ткани, плюс работа, понятное дело, умножают на 3. Вот. А если что-то такое простенькое или вообще устаревшее, такие, ну, не совсем мне красивые узоры какие-то, то, конечно, это намного дешевле и плюс зернистая ткань. Я вам скажу, вот, ну, можете сейчас писать, что какая разница, какая расцветка и всё такое, но я очень сильно люблю, чтобы мне радовало глаз. То есть, если какое-то постельное бельё, которое мне не нравится по цвету, оно меня будет бесить очень долго, то есть оно меня будет раздражать. Я себя люблю окружать, ну, тем, что мне нравится, на что мне нравится смотреть. Как-то так, я не знаю, как вам объяснить, может, ну, у многих так. То есть, если купить, даже вот себе купить постельное бельё, я выбираю именно по расцветке. Не обышу було, а по расцветке, чтобы мне было приятно смотреть и вообще, чтобы оно меня радовало. Ой, какое красивое, знаете, ходить вокруг да около. Вот такая, немножко такая. Это я вам покажу, как катушку наматывать. Боже, машинка сантиметров 15-20. Смотрите, как работает. Покажу вам, какой шовчик получается. Очень даже неплохой. Вот, ровненький, хорошенький. Ну, всё, погнала. Включаю что-то, смотрите, буду шить. Вчера был праздник, я не шила только по одной причине, потому что мне было лень. Я очень, как-то, не знаю, спать хотела. Но я сейчас просто для всех суеверных, не то, что назло, просто скажу свою позицию, опять-таки. Кто как мыслит? Ну, у меня немножко другое мышление. Я очень сильно отличаюсь, наверное, от многих. Для меня что-то сделать в праздник, допустим, руками, что-то связать, да, это нормально, то есть я не обхожу праздники. Мне наоборот кажется, что если ты в праздник это делаешь, ну, это мои мысли, то вещь становится ещё святее, понимаете? У меня как-то такое мышление, будете с этим спорить, знаю, какие-то аргументы подбрасывать и всё такое. Ну, вот так вот я отличаюсь от многих. Об этом, конечно, стоило бы, наверное, помолчать о такой позиции. Но вот сказала, интересно, как вы отреагируете на это. Фух, девочки, вокруг меня одни нитки. Вот под одеяльник я хочу шить полностью всё с бортиками, ещё постирать это всё погладить, и потом уже показать полностью набор, который я сделала. Мне очень нравится эта вот вставка внизу. Она не просто так появилась, потому что я решила оставить чуть больше ткани, вдруг не получится на бортике, вот, и разнообразить под одеяльник. Прикольно, да, это в ножках будет. Ну, блин, расцветка классная-то. И, ну, ещё плюс, конечно, учитывать то, что может ткань сесть, здесь запасик есть. Я думаю, что будет круто. Так, теперь мне осталось, я буду шить без наполнителя, а просто тканевые такие накидки на изголовье и на изночь. Я сделаю выкройку. Мне нужно сделать выкройку. Как я это всё себе представляю, вижу, сочетание ткани из тех остатков, что у меня осталось. Вот, плюс завязки по бокам. Так что, сейчас буду этим заниматься тоже. Я так за рыбой и не сходила, сейчас иду встречать Юру. Я так напрыгала сегодня, я поняла, что не могу нормально ходить теперь. Я, наверное, приду, сделаю на картонке это всё по сантиметрам и буду отдыхать. Это просто Карина шила. Столько ниток вообще, весь пол в нитках. Я выкройку сегодня доделаю, а завтра продолжу шить. Вот, ещё иголки понаходила. Вот эти вот, знаете, которые, ну, как не называется, с шляпкой на полу. Короче, я ложу и забываю, куда положила. Я напрыгалась очень сильно, поэтому буду уже, наверное, отключаться. Сейчас доделаю выкройку. Завтра покажу вам. Надеюсь, завтра уже и бортики сошью. Вот эти вот боковые. У меня только будет с этой и с той стороны. Надеюсь, там ткани цветной хватит. Ещё нужно скомбинировать, посмотреть, как это всё будет выглядеть. Вот это вот, кстати, остатки. Остатки и ещё на пододеяльник, боже, на оболочку останется. Вот ткань. Здесь её ещё очень-очень много. Явка. И завтра пойду забирать кое-что, приехала ещё в кроватку. Так что на этом влог буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!